Продолжаем. Свыше 40 человек были задержаны во Франции во время очередной уже десятой по счету акции желтых жилетов. Демонстрации по всей стране собрали около 80 тысяч жителей. Причем параллельно с жилетами в Пятой Республике набирает силу движение «Красные ручки». Оно объединяет сотрудников сферы образования, которые выступают за лучшие условия труда. На прямую связь со студией выходит наш специальный корреспондент Парижа Станислав Бернвальд. Станислав, здравствуйте. Есть ли пострадавшие в результате разгона вчерашние демонстрации? Расскажите подробнее о «Красных ручках». Насколько уже массовое это движение? Да, Екатерина, доброе утро. Действительно, десятый юбилейный по счету марш протеста прошел в Париже вчера. Так он и назывался действие «Десятая миллион в Париже». Но до миллиона, мягко скажем, не дотянули. 80 тысяч протестующих по всей Франции вышли на улицы в желтых жилетах, прошли протестным маршем. Ну а дальше, как всегда, это бывает здесь, во Франции. После официальной части протеста начинаются неофициальные погромы. Вчера были, но сказать о том, что они были очень массовыми, невозможно. Полиция действительно вчера подключилась к зачистке на улицах Парижа. Вчера, собственно, против протестующих применялись и водометы, и слезоточивый газ, ну и, конечно же, резиновые пули. А пострадавших пока информации немного. Около 10 человек получили легкие ранения без тяжелых. Вообще за все время протестов более 150 человек пострадали, более 10 человек погибли. Ну и, кстати, вчера акция протеста в Париже началась именно с минуты молчания, с минуты памяти, как говорят французы, о погибших. И, собственно, все, кто вчера пришел к Дому инвалидов, именно оттуда стартовал вчера протест, говорили о том, что полиция, конечно же, против протестующих применяет несоразмерно серьезную силу. Французам это не нравится. Но вообще стоит сказать, почему французы выходят на улицу. Самое главное, то, что говорят сейчас здесь, в Париже, французы, мы устали жить в такой налоговой нагрузке. Да, действительно, во Франции просто агрессивнейшая налоговая ставка. Французы говорят, что практически половина зарплаты уходит на налоги, не остается ничего, очень сложно с работой. Именно поэтому французы выходят, именно поэтому французы говорят. Это и самый главный, конечно, лозунг, который вчера звучал здесь, в Париже, Макрон, уходи в отставку. Ну и второй, не менее важный лозунг полиции, переходи на нашу сторону. Действительно, президент Франции, Эммануил Макрон, говорил перед Новым годом о том, что понимает, что ситуация во Франции в протестном отношении очень и очень непростая. Действительно, нужны реформы. Об этом Макрон говорил до Нового года, ну а вот после Нового года его риторика изменилась и стала более жесткой по отношению как раз к желтым жилетам. Он говорит о том, что желтые жилеты, ну, чуть ли не враги республики. Вчера в 11 часов утра началось шествие, оно продлилось где-то часов до 15, завершилось на той же точке, откуда стартовало. Было достаточно спокойно, если исключить, ну, некоторые бытовые, что ли, стычки. Действительно, они были. Мы стали свидетелями двух таких, вот, например, где-то в районе полудня. Произошла просто драка. Начали разбираться, в чем дело. Оказалось, что у одного из протестующих пытались вытащить кошелек. Ну, собственно, бытовая такая стычка. И как мне вот рассказали французы, что очень многие протесты используют, очень многие такие, ну, неблагонадежные граждане, что ли, криминальные элементы, мигранты, используют протест как раз вот в своих целях. Сами желтые жилеты, несмотря на то, что эта организация не имеет единого центра, но, тем не менее, она как-то координируется и управляется. Так вот, руководители протеста говорят о том, что желтые жилеты к насилию, к погромам не имеют никакого отношения. Те, кто громит, не имеют отношения к желтым жилетам. Действительно, огромное количество маленьких лавочек, ресторанчиков, магазинчиков каждый раз подвергаются нападению вандалов. Здесь просто разносят их. Так вот, руководство желтых жилетов говорит, что, ну, нелогично. Мы как раз, в том числе, и за малый бизнес, поэтому погромы – это дело рук провокаторов. Вот вчера было достаточно жарко после окончания официальной части в Париже. Полиция начала применять водометы. Мы видели, как это делается. Очень неожиданно начинает работать машина. Просто-напросто с ног сшибает протестующих. Дальше начинается зачистка. Полицейские расходятся, и на передний план выходят так называемые стрелки, которые отрабатывают резиновыми пулями. То есть все очень четко, слаженно работает, и достаточно жестко работает полиция. Их задача – разбить протестующих на маленькие группы, ну и, собственно, как можно быстрее выдавить с основных площадей Париж. Да, действительно, вы вначале сказали о том, что набирает обороты такое движение, как «Красные ручки». Да, действительно, «Учителя» – это еще одна такая когорта протестующих, которая стала выходить на улицы. Протестуют они против увеличения количества обучающихся в классе. Также говорят про социальные моменты. Но сказать о том, что какое-то массовое или агрессивное это движение, пока нельзя, все покажет время. Но, скорее всего, «Красные ручки» просто в количестве учителей вольются в движение «желтых жилетов». Несмотря на то, что миллиона, как я сказал, не получилось вчера во Франции, всего 80 тысяч человек вышли по всей республике на улицы. «Желтые жилеты» заявляют, что будут продолжать свою протестную активность. Сейчас вот утро. То, что было вчера, здесь уже ничего не напоминает. За ночь убрали поваленные светофоры, коммунальные службы. Ну и Париж начинает новый день, совершенно не напоминающий о вчерашних событиях. До следующей субботы так будет. В следующую субботу «Желтые жилеты» обещают вновь выйти на улицы, коллеги.